здравствуйте дорогие мои друзья с вами нирвана самадхи и сегодня я опять забыла какое число сейчас я в календарь гляну но это я так для себя чтоб не забыть сегодня какое число блин я и день недели забыл сегодня у нас по моему 14 июля 2022 год лето время сейчас час дня вот я такой человек я сбываю элементарные вещи но я думаю всегда глобальным не знаю говорят шиза ну конечно легко сказать шиза про все что не такое что что все очевидно вещи знают но не думают о главном я вот сегодня хочу поговорить с вами а о словах иисуса христа из евангелия вот одну фразу хочу обсудить с вами сегодня иисус сказал не хлебом одним жив человек вот эту вот эту фразу я хочу с вами обсудить не хлебом одним жив человек ну евангелие как и любое писание не не надо понимать буквально и не надо понимать так вот чтобы как в лоб иисус не говорил про хлеб этот который в магазине продается почем сейчас хлеб по 40 рублей иисус говорил о другом иисус говорил о нашей жизни вообще вообще о нашем образе жизни вообще а иисус сказал на все века что значит не хлебом единым жив человек значит наша суета вот это повседневная которая порождает систему наше общество я вам сразу скажу система это дьявол вот тут вот все власть правительство систем даже церковь это все не от бога потому что там уйдет систему вот человек рождается в роддоме потом у него начинается садик потом школа потом учеба неизвестно где неизвестно мама кого потом он идет на работу потом как говорится после работы выходит на пенсию и потом сидит у телевизора или становится маразматиком сидит чешет репу доходит до маразма потому что он настолько забарахтался в этих системах что уже мозги не работает уже потому что живет как белка в колесе не 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 думает ни о чем кроме хлеба насущного как говорится заработать в него ну и встретиться с противоположным полом как говорится на рожать также их в эту систему запустить своих детей так и живут люди но это все как говорится общество ну человеку он как говяку так плавает своем болоте всю жизнь барахтается 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 люди которые там думают о чем-то более высоком люди которые уходят из семей уходит от от своей работы от своих семей уходит в пещеру куда-то в горы в леса строят там пищу их свои хижины шалаши и живут допустим с одним распятием спят на ценовках и молится богу или например думают или пишут книги вот такие люди непонятны конечно для общества для маразматиков общественных иисус как раз об этом и сказал он сказал как раз об этом не про этих людей которые как говики вот так барахтаются в этих системах он сказал как раз о тех людях которые уходят из своей обычной жизни как говорится живут в пещерах например или в горах пишут книги например или рисуют картины которые никто не покупает он говорил об этом не хлебом единым же в человек как раз об образе жизни говорю то есть евангелие когда читаете когда читаешь евангелие не надо вот так вот буквально понимать то что читаешь как говорится смотрю в книгу вижу фигу как говорится то что читаешь так и понимать естественно так не надо понимать мне приходится объяснять этот по пальцам можно каждую фразу из евангелия писать целые монологи целые монографии целые диссертации рассказывать проводить беседы а пол предложения из евангелия писать огромные работы научные труды то есть это говорится тех людях не хлебом единым жив человек как раз от тех которые все бросают и уходит в горы например или в лес и ищут какого-то другого чего-то не вот это все но это примеру говорю уходить в пустыню или в горы нам не обязательно чтобы выйти из общественных рамок а вы скажете а как деньги зарабатывать да скажете а как нам жить потому что не на что будет вот в этом и уловка общественная в этом и крючок правительства и власти вообще что такое власть сатана это власть в этом и крючок заключается сатаны большой крючок потому что денег ты не получишь за свой образ жизни если ты будешь думать искать высшие ценности что ты выйдешь из системы ты станешь кем бомжом до бомжом станет потому что общество тебя вытеснят или тебя сдадут в психбольницу либо тебя куда-то упекут потому что вытеснят из общества где все вот так вот как гореки плавают 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 а почему потому что это выгодно выгодно вышестоящим потому что масс масса вот эти управлять ими то что ну не буду даже объяснять всем понятно уже тот человек который уходит в лес например уходит с работы и уйдет в лес естественно здесь за ним приедет скорой помощи отвезут в психбольницу а что тут такого это плохого что плохует я ничего плохого это не вижу об этом как раз и говорил иисус христос то что он говорил что не хлебом единым жив человек и вообще я каждому вам скажу жрать меньше надо да это я не от злости говорю серьезным говорю потому что набить свой бобон как говорится и заработать бабло на хлеб насущный это не самоцель это не цель жизни об этом говорил иисус то что это не цель это не главное не хлебом одним жив человек но всяким словом исходящим из уст божих то есть всяким духом вечности человек живет пока он живет он не должен успокаиваться учебой работой там пенсии сиденьем у телевизора чесанием репы пока он живет он должен читать книги в конце концов он должен изучать какие-то вечные ценности или что-то рисовать например писать писатели они же за свой труд не получают деньги вот сейчас вот расплодились мошенники мошенник на мошенники сидит которые хотят из ничего с людей деньги собирать глупых с нас они ничего не делая получают деньги вот таких почему-то не находят не сажают в тюрьмы которые из ничего тянут с людей вот так вот которую деньги а человек который ушел от системы их закрывают в психбольницу тот человек который ушел в лес допустим и пишет книги таких про таких говорят что он от того хотя он делает правильно мошенников не сажают в психбольницу и в тюрьму например простых людей которые отпахали отучились неизвестно на что и отпахали их уважают а таких людей которые ищут смысл жизни на таких людей общество плюет или относятся брезгливо поэтому задумайтесь иногда вы умеете читать почитайте евангелие почитайте философов книги вообще задумайтесь и меньше надо есть человеку достаточно не варить стоять у плиты с утра до ночи варива вот это вот заниматься варива стирка уборка готовка там все дети и т.д. и т.п. человеку меньше надо жрать ему достаточно съедать одну картошку одну картошку печеную или например кусок хлеба но при этом заниматься своим развитием своим трудом творческим об этом тоже написано в евангелии и вообще читать надо между строк не только евангелие но и любую книгу книгу поэтому всем удачи и я надеюсь вы меня услышали всем хорошего настроения а